В конце лютого в администрацию президента Беларуси поступил коллективный зворот с управления аккумуляторного завода, под которым подписались около 37 тысяч брестовчан. Начинаючи с встречи, первый наместник министра природных ресурсов Иохова Новокольного Асяродия Иямалкина отзначила, что группа экспертов проанализовала пытания звороту и готова на их отказать. О доме же хоров Бреста и района, а на встречу пришли около 70 человек, пытания до комиссии задавали Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк. Кто участвовал в организации проведения данной процедуры и кто обязан был изучить данный документ перед тем, как выложить на всеобщее обсуждение. Пытания невыконания уповненной меры процедуры громадского обмеркования и недокладной информации по оценке воздействия на Новокольной Асяродии, которая была представлена на сайте Бреста и района Канкама, заняли больше за полторы годины размовы. Комиссия признала допущенную помылку и в самый ближайший час, как заповнила Ия Малкина, упущения будут выправлены. На сегодняшний день принято решение о том, что единственно верный отчет об обоз, который проходил государственную экологическую экспертизу, который существует в единственном экземпляре, в единственном экземпляре, он один был сделан, он будет размещен на сайте Брестского райского полкона. Наступные вопросы, узнятые во время встречи, вызывают голодную тревогу браставчан, бо закранают здоровье людей и стан Новокольного Асяродия. Их это пытание по технологии, вытворчастию аккумуляторов и выбросах небеспечных речевов. Не меньше хвалюющая – утилизация отходов. Люди занепокоены, что их просто будут вывозить в лес, тем больше, что такие приклады уже есть. Давайте посмотрим на другой аспект, на отходы от производства и что происходит на логичных производствах. Вам известно о 7 тысячах отходов в Зеленом Бороне. Вам известно, откуда эти отходы и кто хозяин этих отходов. Перший наместник министра природных ресурсов Ямалкина отзначила, будовництво завода находится под строгим контролем комиссии. По всем вопросам, которые были отражены в вашем обращении, будут предоставлены основательные ответы, в том числе с предоставлением подтверждающих документально обоснованных материалов. И в данном случае я хочу вас заверить, что без полного освещения вопросов обращения с отходами данный объект введен в эксплуатацию не будет. Диалог улады и народа продолжился больше за 5 годин. И эта встреча не кончатковая. Члены комиссии заполнили инициативную группу, они проведут задатковые проверки по всех питаниях и документах и представят обгрунтованный письмовый отказ.